В этом году осенний призыв стартует 3 октября и продлится до 31 декабря включительно. Вопреки слухам, никаких изменений по сроку службы не предвидится. Солдатам-срочникам предстоит проходить боевую подготовку в течение года. В первый день кампании в рязанских военкоматах молодые люди сделали первый шаг на пути к воинской службе. На сегодняшний день было вызвано 40 человек. Все они прошли, заканчивая проходить медицинское свидетельствование. И по окончании медицинского свидетельства будет определено, кто из них годен, кто не годен, кому положена срочка по учебе. Валентин Угольский проходит медкомиссию уже четвертый год подряд. Три раза ему давали отсрочку от армии в связи с учебой. Сейчас, по окончании техникума, молодой человек решил продолжить семейную традицию. Все началось с моего дедушки. Он с 18 лет пошел в армию и остался там на всю жизнь. За ним была и бабушка, тоже пошла. Потом у меня отец и дядя. Они тоже пошли в Рязанское высшее. Но теперь моя очередь. Тем же молодым людям, которые в своем роду не имеют династии военных, приходится успокаивать своих родственников. Объяснять, где они будут проходить службу. Как правило, рязанцев распределяют в соседние регионы. Чаще всего в Москву, Московскую или Липецкую области. Родственники солдат ежегодно пользуются близостью к этим воинским частям и посещают своих близких. Отец с матерью волнуются, думают, куда попаду, как далеко от дома, как добираться потом туда, какие будут условия и так далее. Но девушка сама по себе нервничает. Как так? На год уезжаешь. Ну, я нейтрален абсолютно. То есть я спокоен. Такое психологическое состояние призывника может сыграть ему на руку. В этом году при медицинском освидетельствовании новобранцев больше внимания будут уделять именно их эмоциональному здоровью. По сообщению Генштаба Российской Федерации, для этого в региональные комиссариаты были направлены необходимые методики. Они помогают проверить адекватность реакции молодых людей в нетипичных условиях армейской службы. Ведь полет на парашюте, в десантных войсках или танковые залпы могут выдержать не все, а только самые смелые, сильные и отважные защитники Родины.